Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как бороться с ним, когда мне нужно постоять за себя, у меня начинается ступор. Ну, здесь в первую очередь, наверное, хочется сказать, что ступор бывает разный. Может быть ступор стыра, может быть ступор обиды, может быть ступор страха, может быть ступор фрустрации. То есть, на мой взгляд, ступор возникает от переизбытка энергии. То есть, когда энергии вот слишком много, когда каких-то чувств слишком много. Вот, или они накапливаются, или они просто очень сильные, да. Вот, возникает ступор. И, соответственно, как бы блокируется проявление. Ступор может быть и следствием запрета на определенную модель поведения. То есть, то есть, то есть, как бы вы вроде бы хотите за себя постоять, в то же время где-то вот в глубине души вашей. Есть такое убеждение, что, например, за себя постоять не нужно, да. То есть, как бы, ну, есть такой какой-то момент, да, что, ну, что за себя не нужно заступаться. Или что заступая за себя, вы делаете что-то неправильное, вы делаете что-то неверное, вы делаете что-то плохое. Вот почему я говорю, что ступор может быть разным. Это может быть ступор страха, когда я делаю что-то плохое, заступая за себя. Это может быть ступор страха, когда я боюсь за себя заступаться, потому что я опасаюсь, что мне за это что-то будет. Да, то есть, мне как-то ответят, словно говоря. Вот, и это может быть ступор, например, фрустрации, когда мне кажется, что момент я уже упустил. Вот, когда нужно было за себя заступаться, и, соответственно, теперь уже поздно что-то делать. Вот, может быть еще ступор обиды, когда мне кажется, что меня совершенно несправедливо обидели, и почему я должен или должна за себя заступаться, да, когда это несправедливо, это вообще как бы виноват. Другой человек, вот он пускай как бы и старается, да, вот, а другому человеку как бы плевать, и, соответственно, все, замкнутый круг получается в данном случае. Вот, поэтому здесь ситуация в этом смысле довольно неоднозначна, скажем так. Вот, скажем прямо. Вот. Это первое. Как бороться? Ну, во-первых, наверное, именно что, именно что бороться, наверное, ничем не нужно. именно бороться, потому что, ну, что вы вкладываете, что вы вкладываете вообще в это слово, да, что вы, ну, боретесь, боретесь. Например, для меня бороться означает подавлять, да, подавлять как-то. Ну, может быть, нейтрализовывать, то есть вот что-то такое. Вот. Не нужно бороться ничем, потому что вы, на мой взгляд, и так, в принципе, боретесь, и так вы, на мой взгляд, сопротивляетесь, да, и сопротивляетесь не только как бы вот другим людям, да, но и себе самой тоже. И, соответственно, вы борете достаточно, вот, борьбы вам, наверное, хватит. Борьбы вам хватит, я думаю. Вот. Ничего вам не хватит, так это, наоборот, не борьбы, да, какой-то, а, наоборот, как бы расслабление и позволение себе делать то, что, условно говоря, вам или хочется, или делать то, что вам нравится, да, или... там, допустим, выражать свои чувства, вот, например, ну, так как вы хотите, допустим, опять же, вот. То есть это, мне кажется, для вас несколько, ну, более актуально, чем, вот, именно какая-то, какая-то борьба. Вот, поэтому, мне кажется, мне кажется, что вы, вот, в данном случае, несколько, вот, что называется, несколько, ну, некорректно, скажем так, да, а, ставите свой вопрос, да, и заведомо как-то вот перемещаете его в, с моей точки зрения, в деструктивную плоскость. Вот. А, самый лучший способ, а, как бы, разрешить, вот, этот, эм, конфликт, эту ситуацию, вот, эту, если угодно проблема, да, самый лучший способ, это обратиться на психотерапию, пойти на психотерапию и проработать эти моменты, вот. Потому что, если вам, например, сейчас часто приходится за себя, вот, как вы говорите, стоять, да, вот, то, скорее всего, он, либо вы выбираете, э, людей, э, которые к вам относятся, вот, не очень хорошо, вот. Вот. Либо, э, бессознательно, э, сами, провоцируете людей на то, чтобы на вас, на вас нападать, вот. Ну, например, это, там, чтобы, вот, подтвердить, а, допустим, ну, чтобы подтвердить, да, в отношении себя, например, какую-то оправду, да, то есть, если вы, там, допустим, считаете, что, вот, ну, что вы не можете, к примеру, там, за себя постоять, если вы считаете, например, что, вы не можете, там, допустим, себя, за себя, ну, себя защитить, вот, то, как бы, вот, вы можете сознательно, или, 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 бессознательно, э, провоцировать, э, людей, да, на то, чтобы, ну, что-то, они, вот, они к вам, вот, относились, э, несколько, вот, по, по, особям, вы можете провоцировать людей, да, вот. Поэтому, еще, вот, этот аспект, да, где вам, вот, нужно себя, э, э, постоять, да, этот аспект, его, э, тоже нужно, э, поисследовать, вот. Потому, 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 что, э, как, как вы, условно говоря, оказываетесь в, э, конфликтной ситуации, для себя, э, тоже, ну, достаточно важно, в данном случае, для, э, понимания ситуации, в целом. Вот, 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 вот как-то, как-то так, я, я бы, я бы вам ответил на вопрос, который вы задаете, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, и с точки зрения, э, своих ценностей. Напоследок могу сказать, что одно из самых частых оснований для ступора – это обида. Вот, это обида, и, соответственно, как результат, э, когда, если возникает, возникает обида, то, то, у человека, э, получается так, что значимость конфликта для него оказывается больше, чем она по факту является. Айт, какая, какая штука. Вот. Это тоже очень, очень важно понимать, и отслеживать, и замечать. Э, 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 я желаю вам удачи, всего самого доброго. Э, э, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, что позволит вам начать работу, работу над собой. Обращайтесь за помощью, вам она, э, не помешает. Явно. … … Продолжение следует...